ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три, два, один! Наш мир полон чудес. И мы приготовили для вас еще одно чудо. Продолжение сезона Орел и Решка чудеса света. В новом сезоне мы объедем все континенты, чтобы увидеть 20 самых удивительных мест нашей планеты. Нас ждут бескрайние пустыни и необитаемые острова. Самые веселые праздники и самые страшные обычаи народов мира. Таких чудес света вы еще не видели. Ну я же говорил, будет круто. Наслаждайтесь. Хочу все. Смотри, у тебя тоже кабриолет. Как тут круто! С премиальной картой Мастеркард могу позволить себе все что угодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, здравствуйте. Безумно рад вас видеть. Хорошо, что вы тут. Всем привет. Это Орел, Решка, чудеса света. И мы приехали в Индию впервые, чтобы показать красочный праздник Холли. Оп! Ну а кого забросают не только красками, но и деньгами, узнаем прямо сейчас. Ой, страшно быть победным здесь. Орел. Решка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Холли – это индийский праздник весны и красок. Это день, когда миллиард индейцев выходит на улицы, а всю страну накрывают разноцветные облака. Самое пышное и шумное празднование проходит в маленьком городке Матхура на родине бога Кришны. Сегодня мы приехали сюда, чтобы провести самый яркий уикенд в своей жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шум, грязь, запахи, рвущий нос, люди, спящие на полу, вот за что мы все любим Индию. Как же скорее хочется в машину. Кстати, шикарную по нашим меркам машину в Матхуре днем с огнем не сыщешь, но я договорился и заказал себе самую крутую тачку. Только где она? Матхура – это индийская глубинка. Никаких Мазерати тут нет. А лучшее, что тут можно взять в аренду – Тойота ИНОВА 2004-го года. Ну, может быть не самая крутая, но точно самая нарядная в регионе, а может быть и во всей Индии. Нужно отметить отменное чувство стиля и вкус моего дизайнера. Такой стиль паука эстета, вон гирлянда из бархатцев, роз. Красиво. О, водитель, а вы почему не в цветах? Ну, роскошная же та чила, да? Поехали, пока машина не завяла. Ага, не нарушить композицию. Но самое главное – гениальная индийская обивка кресел с прорезями для подголовников. То есть, если ты вспотел, ты вспотел сразу на полотенце. Удобно, комфортно, практично. Уже на вокзале понимаешь, что ты приехал в какой-то другой мир. Здесь хаос вокруг, и это нормально. Так, мне, наверное, туда. В принципе, все как и у нас в аэропорту – тебя тут же хватают таксисты и пытаются очень хорошо заработать на свеженьком туристе. Добраться в таком захолустье до центра города можно на тук-туке. За 50 рупий – 66 центов. Это здесь красная цена. На большее я принципиально не соглашусь. Ребята, наоборот, чем отходишь дальше от вокзала, должно становиться дешевле, а вы дороже накидываете. Оказалось, во время праздника Холли таксисты здесь особо жадные и дерут с туристов в три раза больше. Ой, господи, они уже толпой со мной идут. Четыреста? 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 Вы можете меня, конечно, давить количеством, но я не сломаюсь. Они на меня слишком давят. Ноу, фифти рупий. Господи, спаси меня, я не понимаю. Вы что, меня пытаетесь уговорить? Фифти рупий. Фифти рупий. Фифти рупий. Фифти рупий. Окей. Мне кажется, он меня не понял. Фифти рупий. Кришна темпл. Фифти рупий. В Индии за белым туристом тут постоянно ходит толпа зевак. И буквально в рот заглядывают. Всем интересно, что за иностранное чудо-юдо к ним приехало. На машине ты меня повезешь за фифти рупий? Ну ладно, я думала, это будет тук-тук вообще-то. А эти ребята тоже с нами поедут? Ну ладно, хорошо. Я просто не люблю, когда такое столпотворение незнакомых мне людей. Может ты со мной поедешь? Логику происходящего не понять. То есть мне все кричали 100 рупий за тук-тук. А сейчас меня везет водитель такси за 50 рупий. Фифти рупий. Может тебе ему понравилось? Я не знаю. Фифт. А, пах. Ади. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне просто повезло, мне кажется, сесть именно в машину чистенькую, с кондиционером, с адекватным вроде бы водителем. Потому что все вокруг, оно немного пугает. В Матхуре на дорогах творится дурдом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь нет отдельно дорог для машин и тротуаров для пешеходов. Люди, машины, мопеды – все движутся в одном потоке. А чтобы не столкнуться – все непрерывно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, если в Матхуре у людей в автомобилях вырвать сигналки и запретить бибикать, то, во-первых, так им и надо, а во-вторых, город просто встанет. Кроме людей по улицам города бродят еще и оравы, зверей. Там собаки, ослы. Здесь буйволы и обезьяны. Они здесь как кошки, вон там еще сидит наверху. На них даже никто не обращает внимания, это так обыденные нормально обезьяны на доме. В некоторых подворотнях – так вообще настоящий зоопарк. Ой, тут столько лепех! Это ты сделала? А, девочки, можно мне протиснуться? Какой-то общественный коровий туалет. Запах на улице – это вообще отдельная история. Это удивительное сочетание ароматов мусорки с нотками старого привокзального туалета. Даже цветы внутри салона не перекрывают запах коровьего страха. Казалось бы, неужели для праздника холи нельзя было выбрать место поуютнее да почище? Дело в том, что для индусов Мадхура – это священный город. Считается, что именно тут родился Кришна. Кришна – это воплощение Всевышнего Бога в индуизме. Он изображается или черной, или с темно-синей кожей. И считается, что Кришна был послан в наш мир, чтобы восстановить добро и благоденствие и победить злых духов. Гуляя по городу, на каждом шагу натыкаешься на странные инсталляции. Фигура какого-то божества сидит на куче коровьих лепешек. Оказывается, это злая богиня Холика, которая когда-то захотела сжечь своего племянника. Холика думала, что ей не страшен огонь, и от него ее защитит волшебная шаль. Но шаль сдул ветер, и демонесса сгорела. А племянник выжил в честь его спасения и был назван праздник Холи. Праздник Холи – это не только люди, перепачканные разноцветными красками. Праздник красок Холи отмечается в два этапа. Первый день – это как раз-таки сегодня сжигание демонинцы-холики. Считается, что вместе с фигуркой сгорают все нечистые силы. А сам ритуал символизирует конец зимы и приход весны. А второй день – это когда все радостно забрасывают друг друга красками и таким образом благословляют. Правильно? Правильно. Все. Богачу в этом городе особо не разгуляться, но я заказал себе мини-круиз по священной реке Ямуна. Ну как встречают – гирлянды из цветов. Музыкант мой любимый играет композицию. Красиво жить не запретишь. Слушайте, под вот такие переливы плейты у меня полное ощущение, что я в какой-то индийской сказке. Столица праздника Холи стоит на реке Ямуна. Она, как и река Ганг, считается в Индии священной. Если у нас святой считают воду из церкви, то для индусов вся вода из реки Ямуна святая. Поэтому у ее берегов постоянно собираются толпы паломников. Несмотря на то, что река Ямуна является священной сестрой Ганга, тем не менее она признана одной из самых грязных рек в мире. Каждый день в реку сливают цистерны сточных вод и токсичных отходов. Что уже только правительство не делало. Выделило на очистку воды почти 900 миллионов долларов. И даже присвоило реке человеческий статус. Чтобы ее загрязнение приравнивалось к посягательству на жизнь человека. Но все зря. Статистика говорит, что от инфекций, содержащихся в этой воде, умирает почти 500 тысяч человек в год. Но индусам все равно. Они продолжают верить, что воды реки священны. Представляете, они в ладонь берут воду, трижды себя окропляют, а потом пьют воду из этой грязной вонючей реки. Они надпевают из ладошки прямо. Местные приходят сюда помолиться и в прямом смысле смыть грехи. Причем все заходят по щиколотку в воду, делают подношения, молятся. Прям очень холодно, как вы тут стоите, девочки. Я думала, просто так меня благословили. У меня не так уже много этих донейшенов. А? А что? Мало? 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 Мало денег? Ну извините, как бы… 100? 100? Я не благословила. Я не благословила. Уходить. Какая неудобная ситуация. Вы знаете, мне вот совершенно необязательно находиться там, чтобы рассмотреть со всеми подробностями храм. Берете новый смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra, включаете 100-кратный спейс-зум. И вуаля! Можно все рассмотреть, как будто это совсем рядом. Очень удобно, невероятно круто. Так что я расслабляюсь и наблюдаю. Найти жилье в месте, куда по ощущениям съехалось полмира – задачка непростая, да, моя хорошая? Но так как я турист бедный, будем искать что-то бюджетное. Эй, тише, тише. Вот какой-то гестхаус. Нет, нет одной комнаты. На праздник холи в Мадхуру съезжается тусить молодежь со всей Индии. Плюс еще десятки тысяч иностранных туристов. Так что дешевое жилье тут разбирают еще за полгода до самого праздника. Что-то мне с хостелами совсем не везет. Все забронировано, нет ни одной комнаты, ни одного номера не снять. Поэтому буду смотреть какой-то отельчик. Но, с другой стороны, в Индии не такие же высокие цены. Даже здесь аншлаг. Я начинаю уже переживать, что мы на улице будем ночевать. Вернее, что мы на улице будем ночевать. Я буду ночевать. Я не знаю. Нужно на улице? Только на улице? Я не знаю. Я не знаю. Ты уверен? Мы на улице? У нас есть одна комната. У нас есть одна комната. У нас есть одна комната. Как много? Маража. Это будет около 2700? Две тысяча семьдесят. На сайте отеля написано, что номер стоит 11 долларов. Но у парней на стойке регистрации даже не ёкает и они заламывают 300 цен в три раза больше. Ну окей, у меня выхода другого нет. Если сейчас еще постоять 10 минут, вообще ничего не останется. Ну, надеюсь, тут душ хотя бы будет. Вот это я понимаю роскошь после улицы, рынка, всей этой суматохи, хаоса. Я даже не рассчитывала, что зайду в такую комнату, если честно. Я не помню, что бы мне так везло в последнее время. Ой, мои вы хорошие, чистая ванна, все чистенько. Даже помыли туалет. Чистое полотенце, что там у нас за вид? А туда лучше не смотреть. Даже если у тебя есть безлимитная карта, в Матхуре не скрыться от этого дурдома и не найти дорогих развлечений. Да простит меня Кришна, но Матхура очень провинциальный городок и богатому человеку делать здесь нечего. Все миллионеры отмечают холи не в какой-то там провинции, а на вечеринках в столице – Дели. Там собирается и отдыхает вся золотая молодежь Индии. Конечно, из Матхуры в Дели можно доехать за три часа на машине. Но у нас с безлимитной картой есть вариант – гораздо роскошнее. Я нашел себе развлечение, которого еще не было в Орле и Решке и отправляюсь в путешествие на самом роскошном поезде в Индии. Он так и называется – Palace on Wheels – дворец на колесах. Готовы? Вот он, самый роскошный поезд Индии. Настоящий сухопутный круизный лайнер. Дворец на колесах. Этот поезд выезжает из столицы – города Дели и за восемь дней совершает путешествия по самым красивым местам севера Индии. Дворец ветров в Джайпуре. Форт Читоргар. Плавающие дворцы в Удайпуре. Форт Джайсалмя. И, конечно же, Тачмахау. Сейчас покажу вам одну крутую штуку. Ключ от поезда. Хотите? Конечно, это и образно. Настоящего ключа у меня нет. Но моя премиальная карта Мастеркард реально открывает мне двери во дворец на колесах. Дело в том, что попасть сюда очень трудно, а с моими перелетами заниматься поиском и покупкой билета совсем нет времени. Поэтому я просто позвоню в консьерж-сервис и они все сделали за меня. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Мне уже нравится. Такой круиз может позволить себе только состоятельный человек. Потому что билет на борт стоит, внимание, 12 тысяч 600 долларов. У меня восьми дней нет, я здесь всего на одну ночь, но все равно придется выложить полную сумму. Я вам скажу, это совсем необычный поезд. Тут ковры чистые, тут какие-то габелены, картины, тут все так красиво. Когда слышишь слова «индийский поезд», обычно представляешь вот это. А здесь 14 вагонов роскоши и богатства. Раньше это были личные вагоны индийских махараджей, а сейчас ездить в них может позволить себе каждый. Кому не жалко 12 тысяч баксов. Отец мой махараджа. Это все мое. Я, оказывается, начинаю понимать, почему это путешествие стоит таких космических денег. У меня вместо полок кровать. Двухспальная кровать. Здесь люстры. Моя столешница. Красота в мелочах и деталях. Тут даже для блеска обуви есть специальная губка. Личный душ и туалет в поезде. Я в детстве, когда ездил по три дня в плацкарте, я выбирал вот в этом умывальнике какую руку я хочу помыть больше. А тут личный туалет и душ. А сюда посмотри. Можно принимать ванну и оп. Я в какой-то сказке. Очень богатой индийской сказки. К вечеру на улицах Матхуры собираются толпы людей, чтобы провести первый ритуал праздника холи. На самом деле главный старт праздника происходит только тогда, когда сжигают эту демоницу холику. Собственно, все сейчас собрались и ждут, когда сожжем женщину. Помните, я рассказывала, что фигура холики стоит на коровьих лепешках? Это неспроста. Дело в том, что в Индии вырубили почти все леса и дров здесь попросту нет. Поэтому сушеный коровий навоз – здесь основное топливо. Сверху это украшается такой статуей богини, цветами, подношениями, потом ее сжигают. Почти так же, как у нас на Масленице сжигают мару – такое чучело. Сжигают холику демоницию, вместе с ней сжигают зиму, все холодное, плохое. Как бы обновляемся вместе с весной. Зрители этого мероприятия подбрасывают туда хворост, подбрасывают бумагу, чтобы разгоралась сильнее. Давайте будем честными. Кучка фекалиев не так быстро разгорается. Конечно, даже в таком шикарном поезде за неделю можно заскучать. Поэтому в дворце на колесах сделали все, чтобы развлечь своих вип-пассажиров. Здесь есть салон красоты на случай, если совсем оброс в пути. СПА, чтобы расслабиться после тряски в поезде. А вы, по-моему, меня стригли. Тренажерный зал каратыш. Ты едешь и одновременно бежишь. Ресторан, чтобы наесться. Второй ресторан, если не наелся впервые. Огромная кухня, можно рассмотреть, как готовится твоя еда. Ну что ж, посмотрим, что нам сегодня послал Кришна на ужин. Мулигатавну, аспарагус, колеслав, помфред тандури, пулао курд. Какое-то древнее индийское заклинание. Буду выбирать на взгляд. Не проходите мимо богача. Лучок. Свежие помидоры, свежие огурцы. Лайм. О, фантастика. Слушайте, так это ходячий шведский стол. Только тут не ты к нему идешь, а к тебе приходит шведский стол. Очень удобно. Смерти мои хотите, кладите, конечно. Я не успеваю, я не успеваю, остановитесь. Давайте все просто. Полное ощущение, что этих официантов инструктировала моя бабушка. Что вы говорите? Конечно. Я тут сижу, с голоду пухну. Всего за 10 минут в тарелке собирается гора из блюд. Капустный салат, жареная рыба, спагетти, лазанья, курица, запеченный сыр и рис. Значит, как они со мной, так и я с ними. Курица острая. Рис очень хорошо проваренный. Лазанья немножко пряная. И когда уже думаешь, что ужину конец, приносят еще и десерт. Мороженое, пирог, карамельный торт и шоколадный торт. Мне кажется, им нужны не только куча официантов, но и специальный подниматель таких обожришей, как я. Гоп! Гоп! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Понимаете, что происходит? Сейчас мы разжигаем огромную груду какашек, а потом этим дымом будем все дышать. Но несмотря на едкий запах горелого навоза, толпа становится только больше. Мне не нравится это столпотворение. Мне это не нравится. Пьяные, потные люди, все очень близко друг к другу стоят. Как только холика начинает гореть, индийцы приходят в какое-то иступление. Они напирают друг на друга. Каждый хочет встать к костру поближе. Тут верят, что дым от костра священный и защитит от злых духов. Некоторые даже уносят недогоревшие лепешки с собой. Для индийцев это вроде как оберег, который приносит счастье и даже заживляет раны. Таких маленьких костров десятки по всему городу. Но возле главных храмов собирают кучи хвороста, лопатами сгребают тонны навоза и устраивают гигантские кострища. Кажется, все самые неадекватные и отчаянные сегодня здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это не самоубийца из толпы. Это мону-панда. Монах из высшей касты брахманов. Считается, что тот, кто пробежит сквозь костер, получает благословение от богов. В церемонии монах готовится целый месяц. Ни с кем не общается, а только постится и медитирует. Говорят, что медитация настолько помогает панде, что забежав даже в жар огня, он остается невредим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередная куча коровьих лепешек, которая горит, все ликуют, всем нравится, бегает человек по углям, о чудеса, о нравы. Это все не для меня развлечение. Это я, знаете, в самой мягкой форме вам озвучиваю. Это все полный, блин, пипец. Слишком близко, слишком неадекватно. Пьяные, что-то кричащие люди. Вот смотрите, он даже не спрашивает, хочу я фотографию или нет, может быть, я сейчас не в фокусе вообще. И девочкам сюда одним точно не надо ходить. Вот сто процентов, даже за деньги. Вот прям вот. Нет. Да хватит меня трогать. Задолбали просто. Так, кто это сделал? Кто это сделал? Вы задолбали уже, ребята. Я не могу, они все меня трогают, все меня лапают за боку, они все меня лапают где только придется. Свиньи просто какие-то. Это просто какое-то бескультурное общество. У них какие-то, я не знаю, животные инстинкты, они смотрят, как горит говно, извините, и радуются. Вот такая вот культура. Я ухожу. Вот посмотрите, вот они живут. Здесь спят, здесь писают стоят, просто отливает человек здесь. Там коровы у них, там сжигание. Вот видите, это просто какой-то хаос, это вообще не подвластно моему уму, если честно. Я не понимаю, как это все может вместе существовать. Как? Да-да, 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 да-да. Какое засыпать. Я не верю, что отмылось. Кажется, все. Надо лечь спать пораньше. У нас будет очень ранний подъем. Впечатления вам обещаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Папа, еще чуть-чуть. Как хорошо спалнулось, но мало. Тут так необычно и колоритно, и все суетятся. Да, чтобы это все снять, нужно еще пару камер. Но мой выбор лучше. Режим мультикадр. Он не только все снимет, но еще и фильтров добавит. Ну вот, пожалуйста. Сегодня второй день праздника Холли. Самая яркая и красочная его часть. И к ней нужно основательно подготовиться. Чтобы подготовиться к празднику Холли, нет лучше места, чем местный рынок. Ой, а тут уже парни все готовы отмечать Холли. Первые в списке Холли покупок – это одежда. Дело в том, что на праздник надевается светлая одежда. И мне надо здесь посмотреть что-то тоже светлое, какую-то рубашку, накидку. Потому что ты потом обкидываешься всеми этими порошками и даже можешь на память унести с собой холст разноцветный. Костюмчик вечерний. В Холли нужно подготовиться и купить не только наряд, но и кокосовое масло. И обильно им смазать все участки тела, на которые попадет, собственно, краска. Потому что потом будет очень тяжело ее отмыть. А так хотя бы немножко останется возможностью не ходить все время синифиолетовым. И напоследок купить главный атрибут праздника – краски, которые здесь называются гулау. От выбора прям рябит в глазах. Тут тебе и цветной спрей. И цветной дым. И жидкая краска для водных пистолетов. Но это все варианты для богачей и туристов. Простые индусы берут самое дешевое. Цветной порошок в пакетиках или на развес. Традиционные индийские краски делают из натуральных ингредиентов. Сначала берут крахмал. И добавляют в него перетертые стебли, корни и лепестки цветов. К примеру, для красной краски берут сухие цветы гибискуса и вареную кожуру граната. Для желтой – куркуму, календулу и сушеную кожуру фрукта бейл. А для синей – ягоды растения индиго. Потом в порошок добавляют воду, масло лилии или розы для аромата. Тщательно все перемешивают и оставляют сушиться на солнце 10-15 дней. После всего порошок пакуют в пакетики. Или с помощью странного станка закатывают в тубусы. И когда все готово, можно смело начинать праздновать. Спасибо, спасибо. Вы, ребята? Уже? Уже? Уже началось? Ой, они уже простают? Ох! Объяснила, подружка. У праздника Холли нет четкого расписания. Все начинают разбрасываться красками без всякой команды, а кому когда захочется. Мне как-то неловко обкидывать людей. Считается, чем больше в этот день на тебе красок, тем больше ждет счастья в новом году. Если прилетела горсть желтой краски, значит в следующем году обретешь новые знания и крепкое здоровье. Если розовый, будешь окружен заботой. А если обляпают синий, весь год будет оберегать сам Кришна. Это так странно, тебе сначала очень неловко в кого-то что-то бросать. Ну как-то неудобно, ты понимаешь, что ты можешь испачкать. Так сначала по чуть-чуть, по чуть-чуть, а потом входишь в кураж такой, просто какой-то дикий. И начинаешь уже просто обрасывать во все стороны. Привет, столица Индии! Шанвар буду скачать. Дели – город роскоши, богатства и миллионеров. И самых крутых холли-тусовок. Давай, туса-туса-туса. В Дели миллионеры празднуют холли не на улице в толпе бедняков, а устраивают закрытые вечеринки в пятизвездочных отелях. Попасть сюда могут только ви-ай-пи-гости по специальным билетам. Ну что, помчали? Сейчас я научу вас праздник любить. Ну пока тут не особо людно. Так, одумайся, одумайся. Вот, уже веселей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok А тем временем Холи в Матхури набирает обороты. Сначала на улицу выходят музыканты с индийскими дудками-пунгами. А потом выезжают пышные платформы, украшенные цветами. На них сидят люди, ряженные в индийских божеств – Вишну, Кришну и Радху. Субтитры делал DimaTorzok Но это еще не все. Кульминация праздника Холи происходит в храме Дворикардиш. Люди все разуваются перед ходом. Картина достаточно странная, просто груда обуви. Я не знаю, как найти потом свои кеды. Но дело в том, что в храм в обуви не пускают. Ой, он большой такой. Вот такой маленький свит, заходишь, здесь такая территория, целая площадь людей. Все молятся, закидывают руки наверх и кидаются краской. Но он в сторону алтаря. Я не знаю, меня зажжено, обстоятельство. Если честно, обычному туристу понять, что здесь происходит, невозможно. Словами не описать. Просто посмотрите. Может показаться, что бросаться красками – это просто баловство. Но для индийцев – это праздник равенства. Лишь один раз в году мусорщику позволено обкидать краской торговца. А чистильщику канализации окрасить монаха. Под конец праздника все будут одинаково покрыты слоем красок. Под ним не видно, кто богат, а кто беден. И все становятся равны. Я вас поздравляю, друзья, вы увидели чудо света, праздник в поле. Это даже не чудо света, это чудо цвета. Это невозможно описать, невозможно подобрать каких-то эпитетов. Тут просто такая вот, знаете, общая палитра красок, эмоций, чувств, вот эти эмоции. Аааа! Вот это общение с людьми, вайп, энергетика, ее, конечно, ощущаешь очень сильно, это впечатление на всю жизнь. После праздника Холи на его родине могу с уверенностью сказать, что безудержное веселье здесь гарантировано. Но вместе с ним надо быть готовым к порции грязи, воне и полному отсутствию личного пространства. Они на меня слишком давят. А девушек здесь не просто испачкают красками, но еще и засверлят взглядами и бесцеремонно общупают с ног до головы. Так что приезжать в Индию на Холи стоит только тем, кто морально устойчив и готов терпеть весь этот трэш ради яркой экзотики. Отмотайте, пожалуйста, пафос обратно. Ой, тут столько лепех. Это ты сделала? Я не успеваю, я не успеваю, остановитесь. Сейчас мы разжигаем огромную груду. Грязь, корова доела. В общем, это Индия, детка. План такой. Находите 100 долларов, покупаете краски и устраиваете дома локальный праздник красок Холи. Закидываете тещу и собаку. Чтобы отыскать наши красочные 100 долларов, отправляйтесь в город Матхура, в местный парк Махарани. Там в дереве у тротуара и спрятана наша бутылка. Удачи. Парни, буду скучать. Буду скучать, пацаны. Буду просто по вам всем скучать. Привет, малыш. Аль, честно скажи, я тебя очень люблю, но красишься ты прям паршиво. Да ладно тебе, в 9 классе практически то же самое с тенюшками было. Скучал? Ну не так, чтобы прям до объятий не так сильно. Сейчас по всему миру эпидемии и вирусы давай не будем. Слушай, я точно скажу, что это был один из самых ярких уикендов в моей жизни. А, да, но мне нужно стоп-слово от чудес, если честно. Я хочу постираться, я хочу быть чистой. Я забыла, что такое душ, мне нужна стирка, большая стирка. Следующее чудо света тоже в Индии. Тач-махал. Повезло, легендарный. Ну надо же, ну футы нуты, а? Ну пойдем? Ну пойдем, хэппи холли. Смотри, снова грязь, шоу, антисанитаре, корона, б***ь. О, давай доедим. О, давай доедимой. Да, мы! Восторг.